Нет, не подумайте, что нам нечего показывать о павильоне автостеклового Альберта. Нет, темы есть и их много. Просто пока идет небольшая реконструкция, мы решили задать себе вопрос. С кем нам было приятно сотрудничать? Кто шел сам на контакт? Кто не кидал и не прокалывал нас? И в конце концов, кто понял, что из средств массовой информации самым убойным и эффективным является той, чей принцип лучше один раз увидеть, чем сто услышать или тысячу прочитать? Таких предприятий немного, и такими должна гордиться магнитка. Ну а мы с гордостью представляем ретроспективу Альберта. Какая проблема была страшна, где лезть 20 назад, кроме разбитого автомобиля. Разбитое автомобильное стекло, ну нигде не найдешь. Дефицит, знаете ли? 10 лет назад рынок начал вроде наполняться, и 10 лет назад примерно, ну случилось и у меня несчастье, треснул свою первую копеечку. Но правда быстро справился с проблемой. Но 10 лет назад возникла проблема у иномарок. Те же самые проблемы, разбитое автомобильное стекло, где было найти? Ну а 2 или 3 недели назад мы встретились с основателем фирмы у Альберта. Именно 10 лет назад он решил город насытить автомобильными стеклами. Как этому удалось, мы сегодня узнаем. Справедливости заметим. Нельзя объять необъятное. И невозможно гарантировать, что если в фейс вашего эксклюзивного экземпляра прилетела неприятность, вы не поимеете проблем с поиском. Но здесь время на поиск минимизируют. И если и нет, то привезут в кратчайшие сроки. И такие прецеденты были. А вот неприятности для большинства владельцев популярных авто вообще смехотворны. Как и цены. И разберемся поподробнее. Автомобильное разбитое стекло. Это сейчас проблема или нет? Это уже не проблема в наше время. Тем более в нашей компании, автостекло Альберта, имеется большое количество стекол на модели российского иностранного производства. Тем более мы можем сразу установить это стекло очень качественно. В последующем мы вам покажем это. Как это делается. Вопрос цены. Вопрос цены и место, где можно купить. Кто-то говорит о том, что автомобильное стекло можно купить только в специализированных автомобильных магазинах, автомобильных запчастей. Все достаточно дорого. Ну у нас стекла есть и дешевые, и дорогие. Есть заводские, есть не заводские. Фирменные, не фирменные. Ну предпочтение мы отдаем, конечно, фирменным стеклам. А на российские модели это Борский стекольный завод, Саратовский. И завод технического стекла, город Салават. Остальные заводы производят не самого качества, не самое качественное стекло. На модели иностранного производства, естественно, есть фирменные стекла и китайское производство. Кстати, неплохого качества в последнее время. Кто-то может решить, ну те, кто экономит деньги, что проще поехать в какой-то непонятный кооператив, который непонятно когда образовался, непонятно где он будет существовать. Или проще заклеить автомобильное лопнувшее стекло. Я знаю, что есть какие-то проблемы, в том числе и оптического характера. Оптического характера, конечно, проблемы существуют. Но когда человек получает, вернее, разбивает стекло, у него возникает проблема, где взять. У нас все есть. Потом, где вклеить. То же самое, у нас все делается. Есть еще комплектующие материалы, клей, молдинги всевозможные. Это тоже есть у нас все. Так что вы избавлено от необходимости искать, где вклеить и где установить стекло. Мы вернемся к месту. Вот это место уже известно. Есть еще и отдельные ваши филиалы. Есть филиал на центральной городской ярмарке ПЦГА, на авторынке. Но он работает только с российскими стеклами. Но здесь у вас, я вижу, и оптику, и зеркала. То есть это полный комплекс услуг? Да, вот именно, что резко зеркала на иномарке, это одна из наших работ. Резко триплекса, это ведь не все делают. Мы тоже это делаем. А теперь вот она, магия. Без подробных комментариев, но с эмоциями. На хирургическом столе самый маленький, но очень популярный Ниссан. Получивший, вероятно, за свою оригинальность кирпичный хук, раздолбивший стекло. И пока хирурги, а по-другому и не назвать, специальными скальпелями срезают больной орган пострадавшего, процедура действительно напоминает анекдот. Тампон, спирт, тампон, огурец, простите, грунт и фирменный клей. А в этот момент подготовка поверхности кузова. А затем установка крепления зеркала. А затем тампон, спирт, тампон и снова не огурец, а стекло. И все. А через два часа на автостоянке. Спирт и огурец за новое стекло. На самом деле проблема автомобильного стекла состоит не только в том, что его бывает разбивают. Допустим, на старых иномарках стекла уже достаточно пескоструены. Если вы хотите надолго сохранить хорошее зрение, его тоже желательно поменять. Но самое главное, что мы хотели показать сегодня в этом сюжете, это то, что в фирме у Альберта, здесь и сейчас, есть большой выбор стекол. Их установка, а в случае с иномарками, клейка. И работают здесь люди профессионально. И материалы здесь используют только качественные. А вот Nissan Micro приобрел только что на ваших глазах новенькое блестящее лобовое стекло.